МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Людмила Татарова. И Вячеслав Крискевич. Вы смотрите программу День веков хронограф. 19 июля 1877 года, во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов, передовой отряд русских войск и пять дружин болгарского ополчения заняли шибку, стратегический перевал на Центральных Балканах. Сулейман Паша приказал турецкой армии вернуть перевал. На шибку было двинуто 27 тысяч турок при 48 орудиях. Против отряда генерал-майора Николая Столетова это 4800 человек. В первый же день боя защитники шибки попали в тяжелое положение. Все дороги, ведущие к перевалу, оказались под сильным огнем неприятельских войск. Подвоз горячей пищи сократился. Солдаты довольствовались лишь сухарями. Остро ощущался недостаток воды, так как единственный источник водоснабжения, ручей, протекавший у восточной окраины горы, оказался под прицельным обстрелом турецкой пехоты. Но это не снизило высокого боевого духа защитников перевала. Турки не смогли добиться успеха ни на одном участке обороны шибкинского отряда. После прихода подкрепления около 14 тысяч человек во главе с генералом Михаилом Драгомировым русские перешли в контратаке и отбросили противника от перевала. Потери русских войск составили убитыми и ранеными почти 4 тысячи человек, в том числе примерно 500 болгар, а турок около 6,5 тысяч человек. Героическая оборона перевала русскими отрядами и болгарскими дружинами продолжалась до января следующего года, когда русские войска перешли в общее наступление. Оборона Шибкинского перевала нарушила планы турецкого командования и не допустила потери стратегически важного пункта. Сегодня 19 июля, в эфире программа «День веков хронограф». Теперь мы расскажем о событиях, произошедших за рубежом в давние времена. 19 июля 1814 года родился Сэмюэл Кольт, американский конструктор и промышленник, основатель фирмы стрелкового оружия. Господь создал людей, а полковник Кольт сделал их равными. Такая фраза, согласно легенде, якобы написана на могиле великого оружейника по его просьбе. На самом деле, кроме фамилии и дат жизни на скромном надгробе нет никаких надписей. Для Пуританина, уроженца богобоязненной Новой Англии, уподобление Господу Богу, в общем, невозможно, неуместно. Фигуру Кольта окутывает аурой других легенд и недоразумений. Начнем хотя бы с того, что патент на свой знаменитый шестизарядный револьвер, пиасмейкер, миротворец, он получил не в 1836 году и не в США, а годом раньше во Франции. Что касается самого изобретения, то идея барабанного механизма пришла к Кольту, по собственному утверждению, в бытность его юнгой на грузовом корабле, совершавшем рейсы в Индию. Принцип действия устройства он подсмотрел, наблюдая за Кабистаном, механизмом, с помощью которого выбирают якорный канат. Пробивать дорогу новому изобретению было нелегко. Поначалу некоторые американские генералы утверждали, что револьвер неэкономичен, стреляет слишком быстро, патронов не напасешься, так они говорили. В результате оружейный завод, основанный изобретателем в 1837 году, был закрыт. Пять лет спустя спроса на его продукцию почти не было. Зато ковбои, бандиты и рейнджеры, словом те, для кого темп стрельбы решал вопрос продолжительности жизни, оценили изобретение по достоинству. Следующими были конкуренты. Воспользовавшись тем, что завод Кольта закрыт, компания «Смит энд Вессон» принялась выпускать свои револьверы. Они были громоздкими, тяжелыми, часто давали осечки, но стоили в два раза дешевле. Вынужденный перерыв в своей основной деятельности Кольт использовал с толком и значительно усовершенствовал свое изобретение. Снова оружейный завод Кольта открылся только в 1847 году, когда американская армия готовилась к войне с Мексикой. Но истинным триумфом нового оружия, принесшим изобретателю славу и богатство, стала Гражданская война в США 1861-65 годов. 19 июля 1870 года началась Франко-Прусская война 1870-71 годов. Отношения между двумя странами резко обострились после Австро-Прусской войны 1866 года. Франция стремилась сохранить свое положение доминирующей на континенте европейской державы и всячески препятствовала попыткам объединения Германии. Прусские военные круги и крупные предприниматели, в свою очередь, хотели установления господства Пруссии над всей Германией и захвата Эльзас-Лотарингей, принадлежавшей Франции. Поводом для войны, к которой стремились обе державы, послужил спор о кандидатуре наследного принца Леопольда из семейства Гогенцоллернов на испанский престол. После протеста Франции Леопольд снял свою кандидатуру, но император Наполеон III поручил французскому посланнику в Берлине графу Бенедетти потребовать от прусского короля Вильгельма I торжественного обещания, что принц в будущем никогда не примет испанской короны. Это требование было передано королю 13 июля во время его прогулки в районе реки Эмс. Король вежливо отказал дипломату, но пообещал продолжить переговоры в Берлине, и на том их беседа закончилась. Депеша о французском де Марше была передана министру иностранных дел Пруссии Бисмарку, который на следующий день опубликовал ее в сфальсифицированном виде, существенно сократив ее и придав ей вид обмена оскорблениями между посланником и королем. После продолжительного заседания французского совета министров в городе Сен-Клу в присутствии императора и императрицы последовало официальное объявление войны Пруссии. Франция, рассчитывавшая на поддержку Австрии, оказалась один на один с Пруссией после заявления России, что вмешательство какой-либо третьей стороны побудет ее действовать заодно с Пруссией. В решающем сражении приседаний французская армия капитулировала, а император оказался в плену. Вторая империя в результате рухнула, и Германия объединилась под властью прусского короля. Сегодня 19 июля. Вы смотрите программу «День веков-хронограф». Обратимся теперь к событиям, произошедшим в мировой истории в 20 веке. 19 июля 1900 года открылось Парижское метро. Первые проекты строительства Парижской подземки, появившиеся более полутора веков назад, поначалу были встречены в штыке. Идея подземного транспорта казалась чистым авантюризмом. Тем не менее, уже в 1845 году появился первый проект. Окончательный проект был принят в марте 1898 года. Спустя два с половиной года в исторический для Парижского метро день 19 июля 1900-го. От станции порт Майо со скоростью 30 км в час отошел первый состав со 150 пассажирами. Публика, собравшаяся в трех вагонах, была весьма разношерстной. Преподаватель университета, буржуа, владелец винного магазина, красный деревщик, домохозяйка, дама полосвета, начальник министерства и работница шляпной мастерской. В общем, самые разные люди. По замыслу создателей, Парижское метро должно было стать универсальным средством транспорта, которым будут пользоваться все горожане, независимо от их социального положения. Их расчет оправдался. Уже к декабрю 1900-го число пассажиров составило 18 миллионов. 19 июля 1918 года в РСФСР вступила в действие Первая Советская Конституция. Решение о подготовке Первой Советской Конституции было принято на Третьем Всероссийском съезде Советов в январе 1918 года. В апреле того же года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет ВЦИК создал комиссию в составе представителей от коммунистической фракции ВЦИК, от фракции левых эсеров, от максималистов, а также от наркоматов. В обстановке резкой борьбы комиссия утвердила большевистский проект основных начал Конституции. Большую роль в подготовке Конституции сыграла комиссия ЦК РКПБ под председательством Ленина, созданная в июне 1918 года. Комиссия разработала, дополнила и исправила ряд основных глав и статей Конституции. 19 июля 1918 года текст Первой Конституции РСФСР был опубликован в газете «Известия в ЦИК». По предложению Ленина первый раздел Конституции составила «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Конституция законодательно закрепила завоевание Октябрьской революции, диктатуру пролетариата в форме Республики Советов, Союз рабочего класса и крестьянства, а также основные свободы и права трудящихся. Первая Советская Конституция имела открытоклассовый характер. Она устанавливала ограничения в правах для нетрудящегося населения. Право избирать и быть избранными в Советы предоставлялось по достижении 18 лет рабочим, служащим, солдатам, крестьянам и казакам, не пользующимся наемным трудом с целью извлечения прибыли. Эксплуататорские элементы 2-3% населения были лишены избирательных прав. По замыслу Ленина, по мере прекращения сопротивления эксплуататоров, предусматривалось распространение Конституции на все население. На этом мы не прощаемся с вами. Смотрите продолжение нашей программы «День веков хронограф». До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова